всем приветик у нас новый день уже уже день действительно мы забрали миленку со школы и едем в другую школу сейчас расскажем почему что у нас сегодня утром ничего мы смотрели сваты и мы отвезли максим в садик вот и были и были дома а вчера вечером у нас веночка был очень такой серьезный долгий разговор и поэтому 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 мы хотим перейти в другую школу в русскую школу кстати насчет вот комментариев про образование спасибо вам всем огромное высказали все свои мнения вообще мы почитали интересно было вас всех послушать главное чтобы мы не спорили с вами на эту тему да ну классно когда у каждого свое мнение на эту тему каждый считает так и делать своей семье так и насчет школы вы знаете вы моника у нас перешла из латышкой латышской школы русскую по своим причинам миленка почувствовала очень уж давно плохое отношение дом на ковле и к русской и в разных ну не будет сильно углубляться но были моменты в которых это очевидно было и это уже давно длится и это не изменить понимаете дети в таком возрасте сейчас это не как там у моники да там ну одиннадцатый двенадцатый класс когда блин вы уже взрослые вами до этого у миленки у сверстников возраст такой 14 лет самый дебилоидный возраст извините меня конечно подростковый вот этот вот возраст когда ты еще весь без мозгов извините конечно кого я обижаю но это так и дети не имеют ни уважения не сочувствия и так далее поэтому как говорится хотим вернуться к истокам милена в этой школе училась три года первые это моя родная школа отсюда ушли конечно же тоже по своим причинам но в но идти в школу в которой сейчас учится моника у нас остались две типа русские школы это в которой моника и вот это да и в ту школу в ледубу милена не хочет если моники не проблема добираться для милена скам не проблема добираться на дни хочу когда она не хочет ради этого в 5 утра вставать чтобы на двух автобусах ехать пересадками и там тоже свои причины по которым она не хочет поэтому мы идем в эту школу и еще раз немножечко поспрашиваем готовы вообще они нас взять или нет и еще я вам не рассказала про вчерашнюю процедуру я так друзья мы были мы 7 школе мы встретились с директором встретились секретарем поговорили потом встретились с классным руководительством руководительницы которая будет у милены нас готовы готовы взять нас готовы принять нас ждут здесь в новом учебном году правильно правильно так что мы этот учебный год еще заказать заканчиваем старой школе а уже после нового года приходим в эту школу так что мире довольно ребенок довольно то и мы с настюшкой тоже довольны что это да и конечно острый соус да и моника лапша возьмем вот такой вот апресиновый сок взяли вот такой бекон и святую и пришло время пипер кука вот именно мои течения кусок туда когда у нас рождество только в декабре что друзья пришлось и зал занимаюсь сегодня сделаем спину и трицепс и а и 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 Ну что, хочу я сказать, что я сегодня позанимался очень круто, что-то сегодня на самом деле перло, да, знаете как, перло, вот, вы заметили, что я чуть-чуть скинул, я скинул, ну, килограмм 5 точно, чуть-чуть высох, как сказать, лишний вес ушел, лишний жир ушел, и поэтому сейчас нужно на этом все, нарастить чисто такую мышечную массу, и это будет круто, я вообще в идеале хочу весить 95, сейчас у меня 80, а было 85-87, у меня вот так вот при голове спрыгает, но в молодости, когда я только начал заниматься, я там пил все эти, знаете, как соевые протеины, все, я 72 килограмма, мне кажется, да, я пришел в зал заниматься, это было, не знаю, когда мне было лет 18-19, я весил 72 килограмма, вот, и я там занимался год-два, потом решил пить соевый протеин, вот, и я стал весить 110 килограмм, представляете, 110 килограмм, у меня ляжки терлись, короче, у меня пошло не в плечи, а пошло все в жопу и в пузо, вот, я на это посмотрел, что мне даже было тяжело подниматься на пятый этаж, была одышка, и я перестал пить протеины, и сейчас где-то лет, ну, сколько, лет 7 занимаюсь вообще без ничего, без единого протеина, без единого, там, знаешь, там, БЦА, без единого креатина, только, как говорят, макароны, мясо, каши и картошка, вот, и я, честно, доволен, вот, сейчас нужно набрать мышечную массу 95 и ее поддерживать, и это вообще будет классно. Заскочил сейчас домой, конечно, после зала я перекусил, Настюшка сварила мне пельменный суп, очень вкусный, и сейчас мы направляемся в садик, забираем Макса. Садик, забираем Макса. Мы, мы приехали покататься на санках с остатками снега, потому что у нас уже обещают всю неделю. Я не знаю, до конца декабря уже плюсовая температура и дожди в парке, и сейчас что-то уже такое моросит, да, то ли мокрый снег, то ли дождь. Да, да. До земли уже, и мы приехали на наше прошлое место, прошлогоднее, где мы здесь катались на саночках возле памятника, возле моря, но здесь что-то случилось. То есть, посмотрите, тихо, вот фонари не работают по этой улице, по этой улице фонари не работают, здесь все темно, и там, получается, вот памятник, горка, ближе подойдем. Там тоже очень много фонарей, и всегда очень было светло, а сейчас у них здесь что-то сломалось, но там хотя бы есть снег на горке, видите? Тут особо даже не поснимаешь, потому что темно, и что-то с нее посыпется. Так как-то жутковато без фонарей. Там море, где вот черное. Мне кажется, вам вообще ничего не видно. Круто? Мне кажется, круто. Ну как? Мама придумала освещение. Классно? Мне кажется, здорово, да? Макс, ты где? Максим! Скажите, как ваши впечатления? Папа едет! Папа едет! Ой, господи, чуть-чуть. Я бегу! И с одной на вторую. Стой! Стой! Потому что она уже выкатана, прокатана вся, но очень скользкая горка. Ваше впечатление? Офигительное! Обалдеть просто! Я в восторге от этого вечера. Ау, скользкая. Я тоже в восторге от этого вечера. Хотела рассказать про косметолога, про вчерашнюю процедуру, но я расскажу позже, дома или в машине. Ну и сейчас мне здесь холодно и неприятно. Ну как? Это фитошила. Здорово? Все, ты готова? Нет, я не уверена. Ты уверена? Нет, 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 нет. Само это уверена. Пожалуйста! Я ничего не вижу! Может тормозить и кто-нибудь? Чтобы мы понимали, дальше вот так. И я боялась туда уехать. Ну прикольно, я еще хочу. Все, поехали. Настюшке в очередь мне понравился экстрим. Поехала! Прямо в стол. Тихо, ты уехал куда-то в сторону! Чтобы я перевернулась! Господи! Как я далеко уехала! Посмотрите, как далеко. Наверное, вам-то не видно. У меня в одной руке и телефон с фонариком, и камера. Прикиньте! Знаете, что здесь классно? Что мы здесь одни на этой горке. Никого нету. Только мы. Да, Зая? Да, видно-видно, да, прикольно. В первую! И я! Ну что, давайте прыгаем. Как и в первую голосование? Кто? Кто в первую? Конечно, мы будем. Я! Давайте, на. Раз, два, три! Поехали, поехали! Зая, давай руку! Поехали! Кто-то там! Ты там! О-о-о-о! А, какая скорость! Держите меня! Семеро! О-о-о! Черт! А кто дальше всех? Посмотрите, где я, где бы... Мы уже дома. Давай. Дети кушают макаронки с сыром. Да? Вкусно? И печеньки пиперкукос. И смотрим фильм, да? Какой? Мы включили сегодня трансформеры. Включили первую часть, а их всего, кажется, три части или пять частей. Там просто про машины, про роботов. Я себе сейчас тоже готовлю кушать. Что-то мне захотелось просто обычную жареную картошку. Я ее уже почти сейчас быстренько пожарю. Сейчас быстренько порежу картошечку, быстренько ее пожарю, а то хочется кушать. И у нас же еще есть аджика, так что жареная картошка с аджичкой будет очень-очень вкусно. Опа! Ммм! Какая будет вкусняшка у меня! Манечка, будешь картошечку жарить? Нет. Ну и крайне. Ну что, вот моя жареная картошечка готова. Вот аджичка. Спасибо большое Наташе и Сереже за аджичку. У них просто очень вкусная. И сегодня в пробу мы купили вот такую вот ветчину. И сейчас я буду все это кушать. Так что... Это не ветчина, папа! А что это? Угадай! Ветчина это. Капинат! А мы в магазине были и купили вот таким детям, купили вот такие вот соски, да? Да, сладко. Вкусно? Да. Добрый вечер. Намыла голову. Хочу сейчас ответить все-таки про процедуру, которую я делала. Делала я Hydro Facial. И это такое, знаете, all inclusive для лица. То есть там очищение, хорошее очищение, но бережное. Это там не механическая чистка, да? Потом пилинг, увлажнение очень интенсивное. Короче, я в инстаграме писала сегодня и вчера про это. И я получила такой отзыв, отзывы такие хорошие. Я даже не ожидала, что тема настолько интересная для всех, для многих. Она актуальна. В общем, обещаю в следующий раз поснимать. Я уже... Сейчас какое число? Мне кажется, на следующей неделе я иду. Короче, 16-го числа я иду на второй раз. В инстаграме я сказала и уже многие записались тоже на эту процедурку. В декабре скидка хорошая. Вот. Так что я осталась довольна. Я сегодня даже краситься не хотела. Потому что кожа, она переобрела какое-то здоровое сияние. Она вообще такая была, я даже передать не могу. Как бы дома ты не ухаживаешь, но стараешься все это. Ну, такого эффекта добиться сложно. Там специальный аппаратик. Он так бережно, так классно делает. Ну, очень приятная процедура на самом деле. Балдело просто. Я вообще, в принципе, первый раз тут подобное делала. И мне как бы хочется заморочиться этой темой по уходу вот таким вот лицом, косметолог и все такое. Напишите, девчонки, что вы делаете. Кроме домашнего ухода, может быть, вы ходите, там у вас какой-то график, и вы ходите специально для чего-то. Какие-нибудь пилинги, на какие-нибудь увлажнения, особенные какие-нибудь витаминчики. Напишите, пожалуйста, что вы делаете прямо как зубы почистить, знаете. И как часто. Вот. Что-то еще хотела сказать. По поводу у школы, может быть, как-то не развернута тема. Осталось, может быть, открытым вопрос насчет Миленкиной. Вот обидно, что так получается, да, что ребенок очень хотел, она расстроилась. Она говорила, что она безумно хотела бы выучить латышский язык. Она его и выучила. Ну как, она окунулась в эту среду, она уже реально болтает на латышском языке намного лучше. И у нее с латышским все сейчас лучше намного. Прям супер. Она реально может со сверстниками, с людьми просто болтать. Свободно. Но она говорила, что очень обидно получается, да, что она хочет учиться. Она хотела учиться в латышской школе, закончить ее. Но из-за этого отношения, когда одноклассники тебя обзывают русской и так далее, да, и вот видно, что такое прям отношение не очень хорошее. Зачем так делать? Человек хочет учиться. Зачем ей вот так вот все портить? А в такой атмосфере сложно находиться. В такой атмосфере сложно учиться. А когда ты это замечаешь и от взрослых у людей, и от учителей, ну тут как бы уже становится не по себе, да. Ну как бы, мне кажется, это неправильно. Все мы люди, зачем вот это вот нужно? Я не понимаю реально. Но ничего страшного. Все будет хорошо. Сейчас мне нужно собрать чемодан. Реально, мне нужно собрать чемодан. Для чего мы его собираем? Узнаете завтра, с самого утра. Сюда его, сюда двигай его. Открывай. Ладно. Давай. Давай. Мама. 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 Птица. Это эти камеры снимают. Мама, это мой. Да, Светлана. Это Акири. Тя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok